привет с вами домашняя кулинария сегодня у нас бесподобная выпечка выпечка которая подходит хоть на каждый день из чудо тесто а чудо тесто у нас из трех главных ингредиентов 1 любой кисломолочный продукт 1 стакан 250 миллилитров комнатной температуры и сюда же добавляю полстакана растительного масла без запаха и нам понадобится 2 яйца 1 желток я отделяю чтобы смазать нашу выпечку и без одного шутка все добавляю смесь наших ингредиентов все это немного перемешаю а теперь сюда же я добавляю дрожжи у нас 6 граммов дрожжей и это одна чайная ложка с горкой сюда же добавляю столовую ложку сахара это 20 граммов и пол чайной ложки соли все хорошо перемешаем последнее что нам осталось это мука вот так вот просто быстро мы можем приготовить тесто для нашей сегодняшней выпечки муку я добавляю порциями сначала первую часть муки все хорошо мешаем нашей миски то однородной массы без комочков ну вот такая вот у нас у нас получилось я убираю венчик добавляю оставшуюся муку ну а теперь руками я вымешиваю мягкое приятное на ощупь тесто тесто абсолютно не липнет к рукам из-за большого количества жира и вымешивается она максимум три минуты вот так вот за одну минуту я соединяю все ингредиенты и перехожу к замесу тесто на столе я его называют чудо тесто во первых она идеально подходит и для пирожков и для пирогов во вторых им очень легко работать вымешивается быстро рекомендую всем новичкам кто только учится печь пироги или пирожки и это тесто очень простое из минимум и градиентов которые всегда есть в любом доме готовится быстро просто получается супер вкусная выпечка вот так вот я быстро буквально за две минуты довожу тесто до гладкости ну вот полторы две минуты достаточно чтобы получить вот такой вот приятное на ощупь и абсолютно не липнущее к рукам тесто ну а я беру миску в которой мы вымешивали тесто опускаю тесто в миску и покрываю полиэтиленовым пакетом оставляем тесто отдохнуть на 20-25 минут оно не должно сильно подняться главное чтоб хорошо отдохнуло на наше количество ингредиентов я добавил 450 граммов муки мука у всех разное количество может немного колебаться а также все это зависит от жирности кефира и от размера есть я оставляю отдохнуть за это время приготовлю начинку и покажу как я это делаю у нас сегодня выпечка с картошкой и для начинки я взяла три картошки которые вот так вот крупно просто нарезаю отварить всю нарезанную картошку я перекладываю в кастрюлю ну вот столько картошки у меня получилось заливаю воду и ставлю на газу бред увариться картошка молодая готовится очень быстро для нашей начинки понадобится один репчатый лук но так как у меня луковица большая я взяла половину все нарезаем мелким кубиком я мелко нарезала лук сезла сковородку в которой у меня уже небольшое количество растительного масла весь нарезанный лук перекладываю в сковородку и ставлю на газовую плиту доводим до легкой золотистости и продолжим готовить начинку ну и последнее что надо для нашей начинки это свежая зелень с картошкой идеально подходит укроп у меня сегодня кинза с кинзой тоже получается очень вкусно начинку можно добавить любую зелень которую вы предпочитаете с картошкой я быстро нарезаю кинзу и отварила картошку процедила теперь сюда я добавляю соль специи все добавляем по вкусу у меня сегодня черный перец и нарезанная кинза а теперь все хорошо надо будет помять пюре ну вот такая вот простая при этом очень вкусная начинка у нас получилось картошка с обжаренным репчатым луком черный перец это идеальное сочетание ну а мы переходим к тесту посмотрите как выглядит тесто она чуть-чуть увеличилась в объеме ну при этом хорошо отдохнула стала эластична я достаю из миски сделала легкую обминку вот так вот собираем наше тесто в такой вот колобок я разделю тесто на 6 равных частей два из них соединяю каждый сектор тесто вот так вот закатываю колобок вот так вот закатала 4 колобка теста ну а последние два я соединяю в один большой шар ну а теперь беру каждый колобок теста и надо будет немного раскатать раскатаю в круглый пласт небольшого диаметра и все четыре колобка будут одинаково размером вот приблизительно такого размера будут все четыре заготовки ну вот такие четыре круглые заготовки у нас получились я их отложу чтобы освободить рабочую поверхность а теперь я беру самый большой колобок теста и надо будет раскатать в тонкий круглый пласт вот такой вот круглый пласт я раскатал наш большой колобок а я подготовил немного растопленного сливочного масла и вот так вот тонким слоем равномерно распределяем масло по всему пласту начинаем формовать я беру самый первый круглый пласт вот так вот выкладываю по самому центру а теперь я ложкой выкладываю начинку и равномерно распределяю по всему пласту вот таким вот образом я равномерно распределяю всю картошку ну а теперь сверху второй пласт теста и снова выкладываем начинку и таким образом мы все пласты и складываем стопку друг на другу и между слоями равномерно распределяем начинку ну и вот так вот я закрываю последним слоем теста и выкладываю оставшуюся начинку я закончила распределять всю начинку а теперь на наш большой пласт мы делаем вот такие вот надрезы вот таким вот образом мы закрываем всю нашу начинку ну такая вот красота у нас получился такой картофельный пирог я и перекладываю напротив предварительно смазанный растительным маслом и при этом надо будет его перевернуть ну вот посмотрите какой красивый пирог у нас получился и один желток вот так вот хорошо но это будет смешать с небольшим количеством молока и смажем вверх нашего пирога и последнее что нам осталось я отправляю противную духовку предварительно разогретую до температуры 180 градусов оставляю на 20 минут после чего температура понижаю на 160 градусов и еще минут 15-20 после чего я обязательно покажу что у нас получилось ну а я для красоты делаю вот такие вот узоры после духовки узоры не буду так выраженные видны при этом получится тоже очень красиво вот такой большой красивый и очень вкусный пирог для всей семьи у нас получился я оставила его остыть вот таким вот мягким он получился всего три картошки и чудо тесто и теперь я хочу показать как он выглядит разрезен ну вот посмотрите какая красота получилась это очень ароматные вкусные из простых и доступных продуктов готовьте радуйте своих родных и близких но если вам понравится наш сегодняшний рецепт подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментарии всегда ваша домашняя кулинария пока